Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Со мной произошли определенные перемены. Я надеюсь кто-то это уже заметил. Подгоняем, так сказать, глобальные перемены посредством локальных. Сегодня мы вернемся к плагину для сбора пожертвований Leica и посмотрим какие дополнительные возможности есть в этом плагине. О том, что такое Leica, как ее установить и как ей пользоваться, у меня есть целый курс. Но в этот курс не вошли расширения Leica, возможно на момент создания курса их просто еще не было. По крайней мере я не помню там такую забавную штуку как баннер. Вот такой баннер с призывом перейти на страницу пожертвований появляется у вас на сайте либо через определенное количество секунд, проведенных пользователем на странице, либо при доскроле до определенного процента страницы. Делается примерно 3 минуты, функция вшита в Leica и как сам плагин бесплатно. Итак, переходим в настройки расширений и начинаем оформление плагина. Здесь заголовок. Это то, что будет написано слева. В общем давайте я сейчас заполню, а потом покажу, что где уже на примере готового баннера. Текст, выделенная фраза, надпись на кнопке и ссылка. У меня он тут уже частично заполнен. Ссылка на страницу сбора. URL просто берете из адресной строки. Опять же не буду объяснять как добавлять страницу компании. Все, кто пользуется Leica понимают о чем разговор. Вставляем URL. Тут цветовая схема. Можно выбрать только основной цвет. Все дополнительные подстраиваются под него и всяческие дополнительные настройки. Пока оставим как есть, потом вернемся к ним и я расскажу про каждую. И все. Активируем баннер и с этого момента он появляется на сайте. А нет, он появляется не сразу и чтобы нам не ждать 30 секунд вот эту настройку все-таки изменим. Если баннер загружается вместе со страницей, он ничем не отличается от других элементов оформления и часто попадает в слепую зону. Поэтому тут выставляется задержка появления баннера. По умолчанию 30 секунд в принципе оптимально. Но сейчас чтобы посмотреть поставим например 3 секунды. Просто чтобы не ждать. А еще можно измерять не в секундах, а настроить появление полпроценту скроллинга. Если проскролят 50 процентов, появится баннер. Вернем 3 секунды. Все. Сохранить. И на сайте мы имеем вот такую историю. При клике на помочь переходим на страницу сбора пожертвований. Теперь с настройками. Вот баннер. Вот левый текст. Основной текст. Вот выделенная фраза. Я просто разбил основной текст на два куска. Выделенная фраза это то, что жирным. Но это не обязательно. Ну и дальше помочь и ссылка. В заголовок можно вставить фото либо прогресс бар с помощью шорткодов. Давайте по-быстрому вставим например фото. Берем шорткод, вставляем шорткод. И вот сюда надо вставить ID фотографии. Где его взять? Переходим в медиафайлы. Здесь все фото. И при наведении на фото в режиме таблицы вот тут внизу есть ID. В данном случае 3779. Либо можно открыть фотографию. Например вот это. Сейчас расширю экран захвата. В URL вот здесь будет ID фото. В данном случае 361. И вставляем этот номер сюда. Все. Теперь баннер у нас появляется вместе с фото и подписью. В фото конечно надо было выбрать другое. Подпись у нас здесь. Я думаю понятно, что про что. Дальше настройки. Сейчас баннер у нас появляется снизу. Но лучше наверное сверху. Так заметнее. Дальше на каких страницах? Можно например оставить все страницы, кроме главной. А можно скрыть какие-то страницы по ID. После совершения пожертвований баннер людям можно не показывать. В общем-то правильно. Хотя бы неделю. Можно и никогда больше не показывать, но это уже решать вам. Можно например не показывать отдельным посетителям. В основном тут те роли, что как-то участвуют в работе над сайтом. Про это мы уже говорили. И если пользователь закроет баннер, то может быть не стоит ему докучать какое-то время. Опять же например неделю. Но это уже решать вам. Ну и все. Сохранили. И что мы имеем? На главной у нас баннер не появляется, а на любой другой странице спустя 3 секунды появляется. Если вам нужно приостановить показ баннера, вы всегда можете его дезактивировать. Все настройки при этом сохранятся, поэтому впоследствии вы всегда сможете заново запустить показ. Просто нажав кнопку активировать. Просто как день, полезно как… не знаю как что, но полезно. А, как обливаться холодной водой. Все, любите друг друга. Подгоняйте глобальные перемены с помощью локальных. Делай как я, одним словом. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.